Ко мне наконец-то пришла моя посылка из шеи, но если честно, я подумала, что это не ко мне и курьер просто ошибся, потому что я заказала 12 или 13 вещей, но посылка, вы просто посмотрите, какая маленькая, как сюда может что-то вместиться, но давайте смотреть. Всем привет, ребят! Сегодня я снимаю свое новое видео, в котором хочу показать вам свои распаковки из сайта Шейн. До этого я ничего не заказывала с этого интернет-магазина, но так как этот сайт сейчас у всех на слуху и многие вещи действительно там дешевле, чем в обычных магазинах, я решила все-таки заказать несколько вещей и посмотреть, какого качества они будут и настолько ли хорош этот магазин, как все про него говорят. Также хочу добавить, что посылка ко мне пришла достаточно быстро, в Польше она приехала за 9 дней и обошлась мне примерно в 60 долларов. С учетом всех баллов и купонов, которые можно было там использовать, я сэкономила в общей сложности около 6 долларов. Это, конечно, не так много, но все равно приятно, что есть такая возможность и можно получить небольшую скидку. Я думаю, данное видео будет актуально для многих из вас, потому что я заказала много аксессуаров, вещей на холодную осень и на зиму. Но перед началом не забудьте подписаться на мой канал, если еще не подписаны, и поставить лайк этому видео. Итак, первая вещь, которую я хочу вам показать, это вот такой вот свитер. Я думаю, хоть раз в интернете или на шейне вы его уже видели. Мне он понравился своей расцветкой и сочетанием цветов. Мне кажется, он будет хорошо смотреться на фотографиях, и плюс мне как раз хотелось на зиму что-то купить яркое, но в то же время не сильно броское. Вот, и мне кажется, этот свитер по цветам просто идеально подходит. На сайте, кстати, есть много и других расцветок, их около 12 или 13. В общем, выбор большой, но этот является одним из самых популярных. Этот свитер я уже носила, и он, кстати, очень теплый. Когда было плюс 7 градусов, мне было даже в нем жарко, поэтому на зиму будет само то. Единственное, что он немножко колется, поэтому лучше надевать его под какую-то майку или под кофту с длинным рукавом. Если будете его покупать, то имейте это в виду. На этикетке написано, что этот свитер сделан из 100% полиэстера. И заказала я этот свитер в размере S. Мне кажется, что этот размер мне идеально подошел, и всем тем, кто не сильно высокого роста, как я, я советую заказывать размер S, потому что, скорее всего, именно этот размер подойдет вам хорошо. Дальше я хочу перейти к чехлам и показать свою небольшую коллекцию, которая состоит из 4-х чехлов. Этот мне понравился больше всего. Вот так он выглядит. Если вам нравится, как он выглядит через камеру, то в жизни он выглядит еще лучше. И, наверное, из всех чехлов, которые у меня были и до этого, этот мой самый любимый. И, кстати, я специально оставила от него упаковку, чтобы показать вам, как они делают рисунки. Если вы посмотрите, то вот здесь вот, где должна была быть камера, они тоже нанесли рисунок. То есть, получается, они сначала одевают вот эту штуку и потом только наносят рисунок. Это забавно. Дальше это вот такие два чехла. Первый с луной. Он мне, кстати, нравится больше. И второй с красными надписями. Не знаю, какого цвета они кажутся через камеру, но в жизни эти два чехла цвета слоновой кости. Вот этот чехол мне не особо нравится. И если присмотреться, то здесь, я его, кстати, еще ни разу не носила, здесь видны такие, как потертости уже. Так что не знаю насчет этого чехла. Я его заказала, но уже ей не особо нравится. С вот этим я хожу уже около недели. В принципе, он меня устраивает. И качество печати здесь тоже вполне нормальное за свою стоимость. И последний чехол, это вот такой. У меня уже был похожий, только салатовый. И он мне долго прослужил. Поэтому надеюсь, что этого тоже хватит надолго. И как только у меня появился вот этот телефон, первым делом пошла заказывать с Алиэкспресса кучу чехлов. Я помню, я заказала вроде бы 5 или 6. Но они мне не пришли ни через месяц, ни через два, ни через полгода. И после этого случая я просто прекратила пользоваться Алиэкспрессом. И очень рада, что спустя столько времени они ко мне пришли с Шейна. Следующая вещь, которая ко мне пришла и которая мне очень нравится, это вот такой вот черный однотонный свитер с горловиной и с молнией. Я, кстати, уже долгое время присматривалась к такому свитеру. И очень рада, что его купила. Потому что он очень теплый, приятный, мягкий. И в нем очень комфортно ходить. Он, кстати, намного приятнее к телу, чем предыдущий свитер. Хотя написано, что он тоже сделан из 100% полиэстера. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что этот свитер и вся фирма Daisy очень сильно маломерят. И нужно внимательно читать комментарии, чтобы подобрать размер. И я уже собиралась покупать M, но моего размера в M не было. И поэтому я заказала в размере L. Но очень рада, что заказала его именно в этом размере. Потому что он идет подлиннее чуть-чуть. И зимой будет закрывать мне поясницу. И мне будет не так холодно. Следующая вещь. Вот такая шапка. Она, кстати, стоила буквально 3 доллара. Не знаю, буду ее носить или нет. Мне кажется, она не особо мне подходит. И цвет для меня слишком яркий. И, кстати, она не совсем теплая. Поэтому зимой в ней будет достаточно прохладно. И перед тем, как перейти к аксессуарам, я хочу показать еще вот такое черное платье. Можно сказать, базовое. Иными рукавами в обтяжку. И по соотношению цена-качество оно мне очень понравилось. И что самое главное, оно не просвечивается. Поэтому в нем можно спокойно ходить. Сейчас хочу показать вам аксессуары, которые я заказала. И первое это вот такая вот цепочка, которая идет под золото. Если честно, я еще ни разу ее не носила. Потому что я просто не знаю, под что ее носить. Но визуально она мне очень нравится. И, кстати, она не совсем длинная. Следующее, что я заказала, это комплект из подвески. Кстати, вот эта подвеска сейчас находится на мне. И вот такой цепочке. Я очень рада, что их можно носить по отдельности. Это очень удобно. Единственное, наверное, к чему я могу придраться, так это то, что я, если честно, рассчитывала, что вот этот кулончик будет намного больше. Потому что таким он казался по фотографиям. А в итоге он прям вот такой крошечный. Сейчас переходим к кольцам. И я хочу показать набор, состоящий из двух колец, которые сегодня я носила на протяжении всего ролика. Вот так они выглядят спереди. Эти кольца мне очень нравятся визуально. Я давно такие хотела. И это мой любимый тип колец. Но именно эти немножко жмут. Из-за того, что вот так они выглядят сзади, я думала, что их можно регулировать и подстраивать под себя. Но, как оказалось, нет. Мне они даже немножко жмут. И поэтому их можно носить только либо на указательном, либо на безымянном пальце. И последнее кольцо, которое мне очень понравилось, это вот такое. Под золото. Благодаря тому, что это кольцо состоит из цепи из трех колец, с ним можно играться и по-разному его носить. И по размеру это кольцо подходит мне намного лучше. Я могу носить его абсолютно на любом пальце, даже на большом. Это были все вещи, которые я хотела показать вам сегодня. Будет также обязательно вторая часть. Я думаю, возможно, и третья. Так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. Обязательно все ссылки на вещи я оставлю внизу под описанием к этому ролику. И если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. Я постараюсь на них всех ответить. И большое спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.